всем привет дорогие друзья сегодня 30 августа и как многие из вас знают но я думаю что многие не знают 30 августа это день победы в турции один из самых важных праздников в турции только что встретила опять подписчиков из киева если вы мне будете смотреть сожалению ваше имя не спросила вы быстро убежали но вам тоже привет подписчики из киева так вот друзья 30 августа в турции празднуется день победы чуть подробнее я думаю что я расскажу вам попозже что за день победы но это дата 30 августа дата окончания освободительного движения в турции войны за освобождение в турции сегодня празднуется девяносто пятилетие как вы видите за мной уже празднования начались сейчас будут официальные празднования официальные речи небольшой концерт и далее вот если вы видите за мной стоят джипы на них будут ехать от статуи ататюрка до набережной и будет также фактильное шествие я попробую забраться на один из джипов и проехаться вместе вместе с ними я думаю что это будет интересно но а подробнее об этом празднике и как почему началось освободительное движение в турции которые возглавляем мустафа кемали это тюрк я расскажу чуть попозже а сейчас давайте пройдем и посмотрим как же пола не так это есть но и а это есть Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почему 30 августа в Турции День Победы и почему это главный праздник? Как вы знаете, когда закончилась Первая мировая война, друзья, расскажу вам, что помню Когда закончилась Первая мировая война, Османская империя принимала участие в Первой мировой войне на стороне Германии Как вы знаете, Германия проиграла, поэтому Османская империя осталась тоже в минусе Был заключен мирный договор со странами Антанты, по-моему И по этому договору многие части Турции должны были перейти в Франции, Англии, Италии и так далее Муставак Емали Тачур воевал в этой войне на стороне Османской империи И после этого договора он поднял движение за освобождение Турции от оккупантов Многие части Турции, как я уже сказала, были оккупированы Например, Алания, Анталия были оккупированы итальянцами Измир был оккупирован греками Газианте был оккупирован французами И Муставак Емайя Тачур поднял движение за освобождение Турции Которое началось в 1919 году, когда греки решили захватить Измир Война длилась 3 года и последнее сражение прошло, закончилось 30 августа 1922 года То есть, как вы понимаете, после Первой мировой войны Турция оказалась в таком положении, что ее стали делить И непосредственно Муставак Емайя Тачур, который был уже известным военно-начальником Собрал народ и поднял движение за освобождение Турции После того, как оккупанты были выгнаны с территории Турции И после того, как оккупанты были выгнаны с территории Турции Был подписан мирный договор Где Турция получила те границы, в которых она существует в настоящее время То есть, с 1923 года территория Турции Вот так она была по мирному договору Так она и осталась Ну, друзья, наши джипы уже заполняются И мы отправляемся в почетном кортеже Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, вот так вот происходит празднование Дня Победы в Турции. Друзья, наш кортеж движется по центральной улице, и далее мы уже совсем скоро повернем на набережную. На улице очень много людей, все приветствуют друг друга. Пешая колонна прошла перед нами с факелами, с флагами, и мы на джипах, мы замыкаем парадную колонну. Мы вылезли из джипов и решили пойти навстречу джипам, и уже снимем, как машины проезжают мимо нас. Продолжение следует... 1. Байрам, 2. 23 Низан, 3. 30 Агустов зафер байрам. Байрам 30 Агустов, Куртург Саващи'н бежит. В Турк, 26 Агустов, 20 Агустов. Агентство 30 Агустов, в Куртург Саващи дальше. И Юнан Органси мы с вами будем иметь и Куртург Саващи. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok